Это Робинзон Крузо, Даниэль Дефо там писал, что неплохо бы каждому человеку, когда он жалуется на судьбу, взять и ну как-то представить, что судьба могла сложиться хуже. Он корабль крушений потерпел, все погибли, а он остался и он то ли в журнале начал записывать с одной стороны плюсы, с другой минусы или наоборот и удовлетворен остался. Хотя первое у него было ощущение, что все пропало, все хуже как никогда, а там все-таки он плюсы привел, в том числе, что с корабля потерпевших крушений там что-то досталось ему, животные, продукты там все еще что-то, масса всего. И он относительно удовлетворен остался, какое-то утешение получил. Поэтому и в жизни нашей как-то человека Всевышний что ли или силы какие-то вознаграждают за его сострадание. Вот это вот раньше сострадание называлось, сейчас модное слово эмпатия. Когда слышишь о том, что у кого-то там какое-то несчастье, беда, что-то случилось. Люди, к сожалению, равнодушны, их не касается, как хорошо сказал, кажется, Маяковский. Или кто там сказал, гвоздь в моем сапоге кошмарнее, чем вся фантазия Гёта. Свои проблемы человеку кажется неизмеримо выше. У татар говорят, к шахалин, к шабальми. Человеку не дано понять ощущение страданий, несчастья там, проблемы другого человека. Но есть категория людей, способных испытывать эмпатию. Вот это как раз сострадание. Они смотрят, переживают, как будто это их беда воспринимают. И потом пытаются чем-то помочь, хотя бы словом поддержки, утешения. А при этом они чувствуют, что, слава богу, у меня минула чаша сия. И этот человек себя ощущает счастливым. Поэтому многим не дано, к сожалению, они как-то очень равнодушны к чужой беде. Там в ом шли, или кто-то там заболел, или что. И вот люди недовольны. Вот какая-то у человека при желании всегда найдется повод для того, чтобы быть недовольным. И найдется всегда, соответственно, повод, чтобы быть довольным. И жизнь наших родителей, отцов, дедов, матерей, бабушек, она нас учит к тому, что они столько перетерпели невзгод, несчастье, трудности, голода там, холода. Нормально в питании не было, одежды много рассказывали нам. Вы, говорят, с жиру беситесь вы еще, говорят, радоваться вам надо. И постепенно, как и говорят обычно, через голову не заходит, через задницу, когда там плеточка от родителей достается. Как и я в Казахстане был на практике в областной газете Тургайской Нофи. Завотделом мне рассказывает, сынок-подросток, и я ему говорю, сынок понял? Он говорит, да, я вижу, что не понял. Я достаю ремень, и чувствую, он все понял. И то же самое, вот столько времени прошло, наверное, его сын уже, своего сынка уже так тоже воспитывает, наверное. Проходит, через попу почему-то доходит. Вот, через уши, через глаза не доходит. А вот через ремень доходит. Также это всегда... Сколько шуток на эту тему было, и как-то я одну шутку придумал сам, что ученые, ну, я действительно где-то не читал, что запах розмарина улучшает память, оказывается, способности к освоению новой темы, там, знаний, получения знаний. А вот татарстанские ученые выяснили, что запах отцовского ремня еще лучше работает. Запах ремня вот. У нас в детстве бывало, отец говорил, вот сейчас вот ремень достану, или там, вот, говорит, лоза там, или что, вот сейчас, говорю, и мы, это, старшим доставалось это, нам, младшим, у нас здесь детей выросло. Младшим, конечно, не доставалось, нас жалели. А старшим доставалось старшим. Даже рассказывали, что отец, уходя куда-то, их запирал в темный это погреб. Они там плакали, старшие братья. Бабушку просили, бабушка, отпусти нас. Темно, им страшно. А она, говорит, ваш папа, то есть ее сын, не разрешил ваш папа, говорит, вас выпускать. И они там в погребе за непослушание сидели. Отец пока где-то ходил, работал полдня или целый день. Они в погребе сидели. Вот так воспитывали их. Родители страшно боялись, чтобы дети что-то асоциальный поступок не совершили. Чтобы все-таки они не хотели проблем. Очень строго. Когда кто-то из моих братьев там позволял у родителей в кошельке порыться. Мама говорила, вот сейчас вот возьму, говорит, деревянный молоток, твои руки, говорит, положу и буду, говорит, по твоим рукам молотком бить. Отбивать тебе пальцы постоянно. Или, допустим, видели нас, мы их в карты играем, я уже рассказывал, отбирала мама карты, кидала в печь, в огонь. И говорила, вот сейчас карты, потом сигареты, потом вино, водка, потом преступление, тюрьма. Вы лучше, говорит, это я вас вовремя остановлю. Переживали они, переживали. И вот постоянно очень старались строгости держать. Они боялись, постоянно переживали. Я думаю, надо же, представляете, родители, насколько сильно через себя все пропускают. А вот эти, которые без родителей росли, не мудрено, что или избалованные, или без родителей росли, вот они свободно испытывали, то, конечно, потом сильно расстраивали родителей. Ну, были случаи, конечно, когда родители не совсем там в селе восхищение у людей вызывали, но дети некоторые у них бывали на удивление хорошие. Вроде как, говорят, яблоко от яблони недалеко падает, а на самом-то деле вот получалось, что от худого родителя нормальные дети были, и такое наблюдалось. И бывало, что этот, вроде семья хорошая, кто-нибудь в семье, в кого-то уродился из другой ветви родственной, и постоянно проблемы. Ну, у нас вроде нормально был в селе татарин он, жена русская, и я думал, что он русский. Он в русской части села жил, однажды я в степи будку охранял, коз, и он подъехал по-татарски, спрашивает, вот, значит, а я привык по-казахски, оказывается, все, он говорит, а те инка только там, и значит, отец, мол, а я отцу говорю, у нас же коза бога, говорит, а он говорит, нет, это вот по-казахски коза бога, а то коз спасет. А это, говорит, по-татарски, дескать, стадо пасет или нет. Вот он, его сын, стал потом бандитом, и моя учительница рассказывала, я в книге употребил, она рассказывала, что он приезжал в вор законе с охраной, и хотел учителей вывезти на природу, но у него не получилось, говорит, его скоро, скоро очень шлепнули, к сожалению, может быть, не знаю, к чему там, не могу сказать. Вот, родители нормальны, а сын в кого родился? Это видно как раз в 90-е годы, вот он был как раз, тогда вор в законе, видно было, охрана у него была, но она его не спасла совершенно. И разные совершенно люди. Вот к чему я говорю, что все-таки родители, они дают жизнь, но и в то же время чувствуют ответственность за детей. А они, это же не товар, на который там рекламация пришла и все, и заменили, и все, это все-таки живые души. И если с детства они не наказывали этих детей непослушных, не заметили в них какие-то зачатки негатива, зачатки склонности к правонарушениям, то это беда родителей. Или потом они у нас, у татар говорят, ребенка надо воспитывать, пока он поперек лавки лежит, и еще гнуть надо ветку, пока она, значит, мягкая эта ветка. И так имели в виду, человек надо воспитывать в детстве, когда он еще крайне мал, потом бесполезно. Ну да, и Лев Толстой говорил, что от трех до пяти лет надо воспитывать, а потом только перевоспитывать приходится. Ну вот, сегодня день учителя, а самый первый учитель, на мой взгляд, это родители. Потому что если родители не вложат в ребенка интерес с знанием, дисциплину, терпимость ко всему, уважение к окружающим, у нас всегда считали, что почему-то педагоги должны за что отвечать за это, а родителям, дескать, некогда. Нет, с родителей тоже можно взыскать по полной программе. Раньше, во всяком случае, когда приходили с родителей собрания, они устраивали нам головомойки постоянно. Я уж понял, что на меня мой адрес меньше всего пререканий был, но уж до кучи любили их там. Был у них любимчик, и они этого, чтобы он один, единственный, значит, так не был, как на виду, значит, якобы. То и, естественно, старались и меня приплести, что-то в мой адрес там сказать, что, дескать, мол, тоже что-то там. Хотя единственное у меня было, я вертелся на уроки. У меня до сих пор, я не могу на одном месте, как говорят, шило в одном месте, в заднице, и я даже пешком иду. Люди ездят на автомобилях, в автобусах, а я даже в другую часть города за 10-12 километров могу туда, а потом даже пешком прийти, и быстро-быстро-быстро это все. Вот до сих пор, слава богу. И в школе учился я, и почтальоном работал. Там сколько село на 2 километра разбросано, я вот разносил почту в другую часть села, а потом возвращался, и километров, наверное, 10 минимум каждый день проходил. Такой вот, поэтому от рождения такой вот шустрый. Некоторые читали, что в школе сидишь ты без движения, это же чистое мучение, я же говорю, а педагог, вот учитель наш, а пусть он возьмет и на уроки просидит без движения вот эти 45 минут, что ли, и следующие 45 минут, и следующие 45 минут. Пусть он посидит, не двигаясь, вот просто не двигаясь, не повернется даже назад никуда. А почему? Он даже уже не молодой преподаватель, учитель, ему можно без движения сидеть, он не настолько, как раньше говорили, члены закостенели. У него все застынет буквально, он поймет, что такое. Они сидят, поворачиваются, стоят, ходят по классу, а ребенок сидит весь день без движения, мучается и страдает. Они это как будто не понимают. Вот я на эту тему, как Саша, рассказал, я видео несколько снял и недовольство свое выразил тем, что как над нами любили измываться, что без движения сиди. Как будто ты старик какой-то уже там разбитый там. Сами знаете, какая болезнь бывает, когда человек, нервная система вся, паралитик, не дай бог так, как говорится. Вот оно что. А ребенка заставляет целый день без движения сидеть, хотя он природно запрограммирован, в этом возрасте постоянно будет движение. И вышел на перемене по коридору, не можешь пройти, надо пробежаться, потому что сила прет из тебя. Нет, не бегай, не бегай. Так приходится что? Или, значит, ребята бегут в туалет покурить, а ты только сбегаешь, как будто для виду, а потом бежишь в магазин в нашем стиле, как будто бы по морозу, на холодке, по снегу бежишь, чтобы размяться немного. Вот. А педагоги, которые должны были учитывать детскую природу, нет, они на это не шли, не понимали, как будто. Вот. Надо было вот тогда сказать, вы сидите, не двигайтесь, поймете, какие-то ужасы без движения находятся. Ну, все, пожалуй, я на этом завершать буду. Если людям будет интересно, тему продолжим. Пока, пока, всего доброго.